Юлия Кулакова Прощение В 21-ю, да, перевели? Ну да, Марья Сергеевна, ты не перебивай, мне и так никогда Так вот, она с матерью ехала к ихнему отцу на такси То ли водила такой попался, знаешь, как моя подруга говорит про таких Права имеют только на велосипеды, те купленные То ли и вправду на них с такой скоростью летели В общем, кто виноват, не знаю В общем, мамка и водила насмерть, а девочка вот отделалась сотрясением К ней уже пустят, скоро сказали Пришла в себя, все, есть уже просила Ой, я ее видела через дверь, вся в кудряшках черненьких, такая интересная И говорила так вежливо, ей ладно, если шесть есть, а она врачу Будьте так добры, разрешите Все, Сергеевна, с окончанием отпуска тебя, как говорится, побежала я А то вон Людмила Викторовна идет, скажет, что не работаю Молоденькая повар Танечка, недавно принятая на работу, круто развернулась Выскочила на лестницу и бойко загрохала каблуками по больничной лестнице Тетя Маруся только пожала плечами Ее дело швабры махать, а таких девочек с отрисениями тут пруд пруди В том числе и без мамок Тетя Маруся сама без матери выросла и очень этим гордилась Любила сказать, вот я без матери выросла И ничего, выучилась, работала, не пьющая, не гулящая Сейчас вот попала под сокращение Не унываю, дорабатываю до пенсии После этих слов следовал монолог А ты? Все тебе в жизни дано Кстати, на многих эти слова действовали неплохо Старшая медсестра даже как-то сказала ей Мария Сергеевна, вам надо было психологом устраиваться А что? Сейчас много книжек всяких про психологию Какая, оказывается, простая наука Знай, говори себе Я себя прощаю, я хорошая, я сильная Как просто И что, другим психологами не работается? У тети Маруси уже пять книжек С пестреньким мягким переплетом Где про все про это написано Все выживают, все забывают И эта девчонка тоже забудет и будет жить И если слабая, сопьется, сгуляется А если как тетя Маруся сильная, то работать станет Я сильная, шепнула про себя тетя Маруся И бодро махнула тряпкой, задумавшись Тряпка угодила по ногам заведующей отделением Брызги попали на белоснежный халат Людмилы Викторовны А Людмила Викторовна очень, очень любила не просто чистоту Стерильность И чего тетя Маруся вздумала еще раз пол перемывать Ну разбились эти пузырьки, ну толкнул их пробегавший сантехник Ну и что, быстро протереть и ладно, так нет же Чего-то домой не тянуло в тот вечер Как школьница стыдилась происшествия с халатом заведующей Она еще так серьезно, товарищ Михайленко Никогда ее Марья Сергеевна не назовет Или тетя Маруся Все, товарищ за товарищ Раньше на господа говорили Господа в семнадцатом году кончились А теперь что говорить? Когда кончились товарищи? Дзынь раздалось за дверью двадцать первой палаты Тетя Маруся открыла дверь В полумраке палаты она увидела силуэт девочки Девочка пыталась закрыть форточку А ну-ка, отойди от окна, вывалишься или стекло разобьешь Недобрым голосом сказал тетя Маруся Девочка послушно отошла Девочка не спросила, кто к ней зашел и зачем Она молча двинулась к тете Маруси Тебе... тебе вставать нельзя Мария Сергеевна почему-то испугалась Она выглянула в коридор Медсестры не было на посту Куда ж она делась? Девочка протянула руки к тете Маруси Женщина столбенела И девочка вдруг сказала нежным голоском Но настолько взрослым тоном Что Марию Сергеевну передернула Мама где? Она? Она? Забормотала тетя Маруся Вдруг ее одолела какая-то свербящая злость Чего она испугалась? Это просто палата, просто ребенок Сейчас медсестра придет И неожиданно для себя она выпалила Умерла твоя мама Нет ее Прикусывать язык было поздно И она скороговоркой забормотала Ничего Поплачешь, сердце отойдет Вырастешь, все заживет Работать будешь, учиться будешь Она попятилась И пока пятилась Видела, как девочка Каким-то неясным жестом Складывает пальчики правой ручки Щепотью И несет их к забинтованному лобику На утро Мария Сергеевна Чуть не оказалась на бюллетне Приболела То ли прохватила свежий ветерок Никогда раньше не болела Всю жизнь прожила здоровая И тех, кто бюллетни часто брал Считала нытиками и симулянтами То ли уже годы брали свое И голова болела по другим причинам Уж очень она горевала Только из отпуска вышла Инати Она же сильная Нет, хоть с опозданием Да пошла Двадцать первую палату мыть Первое, что услышала Что ей опять мыть-то эту палату Старшая медсестра Пробежала мимо по коридору С красными глазами Тетя Марусь Тут у нас такое Машенька Таратутина Из двадцать первой Умерла Сердечко остановилось Тут ее тетка приезжала Сказала, что видать Почувствовала она Что мама не просто так не приходит Машутка, говорит, мамин хвостик была В семье смеяли, что родить родили А пуповину не отрезали Все мама да мама Ни на секунду без мамы не оставалось Медсестра хлюпнула носом В одноразовый платочек И помчалась дальше по коридору Мария Сергеевна остановилась Петерней провела По стрижным Крашеным в рыжий волосам Медицинская шапочка Упала на пол Простить себя у Марии Сергеевны Никак не получалось Никак Она втолковывала себе Как постороннему бестолковому человеку Что девочка все равно бы все узнала Но Но Она даже Не рассмотрела девочку Она бы и не узнала ее сейчас Вот так вот раз И девочки больше нет Эта ручка щепотью колбу тянется Мария Сергеевна убежала под лестницу И там разрыдалась Тетя Марусь, ты чего? Мария Сергеевна подняла голову Над ней склонилась Старшая медсестра Оля С Олей они никогда раньше не разговаривали И Мария Сергеевна Даже не знала, как ответить К тому же она и в дочке годилась Но внутри вдруг будто что-то сорвалось Как плотину снесло И она с хлипываниями и причитаниями Выложила ей все Она ожидала, что Оля пойдет жаловаться Людмиле Викторовне Родным девочке Кому угодно Или просто уйдет Знаете что, Мария Сергеевна Я никому ничего не скажу Хорошо? Но Вы меня дождетесь, хорошо? Я вам все объясню А завтра выходной И мы с вами кое-что сделаем Хорошо? Не плачьте И Оля убежала Садитесь, садитесь Подгоняла Оля Мария Сергеевна Вот так, пристегивайтесь Олендео Матис Показался тете Маруси Просто сказочной каретой Только салатового цвета И маленькой А может не надо? Промямлила тетя Маруся Так, Мария Сергеевна Вы вчера решили А сегодня уже не надо Мы же договорились Что сегодня я за вами заезжаю И мы едем в церковь Все помните Батюшкина исповедь попроситесь У меня когда был случай Ну, в общем Один там Ладно Я тогда на исповедь пошла Мне соседка посоветовала И так легко Такая благодать Оля с улыбкой Покачала головой И машина тромлась Дорога оказалась непростая Оля вела машину нервно При этом везде были пробки Каждому водителю Неверно поведшему себя на дороге Оля бибикала Болван, мол, куда лезешь Один раз бибика заела И гудела долго-долго После этого Оля Не жала на сигнал А просто громко ругалась На всех водителей разом А в какой церковь мы едем? Спросила Мария Сергеевна А какая попадется первой? Задорно ответила Оля Тут в машине что-то застучало Да что же это? Всплеснула руками Оля Еще и напротив кладбища Ой, смотрите, смотрите Из ворот кладбища Выходил молодой высокий священник Вот, воскликнула Оля И лихо завернула прямо к воротам Идем к нему поговорим Но здесь нет церкви И молодой такой Пролепетала тетя Маруся Оля не слушала ее Она выскочила из машины Минуты три она отчаянно Жестикулировала перед батюшкой Показывая то на небо То на ирийский крест на его груди То на машину, где притаилась Мария Сергеевна Потом подбежала Так, тетя Марусь Давай к батюшке Тут часовня есть Там поисповедуешься А я пока в сервис Услышав про сервис Тетя Маруся спорить не стала Вышла Сказала здрасте С легким поклоном Поздоровался и батюшка Они шли рядом Медленно Молча Он молодой Поэтому сам не знает Как себя сейчас вести Решила тетя Маруся В часовне зазвучали слова Молитв перед исповедью Тетя Маруся Исповедовалась впервые В своей жизни Что будет Если не мыть тело С младенчества Объяснял батюшка А вы душу С младенчества не мыли Тетя Маруся Будто так физически Почувствовала эту грязь Она оглянулась И увидела икону Богоматери с младенцем Представила себе Как некая женщина Вот так держала На своих руках Маленькую Машеньку И слезы хлынули Из ее глаз Ей не хотелось Прощать себя Ей хотелось Чтоб ее простили Простили и полюбили Да, да Те Перед которыми Она так виновата Перед погибшей матерью Что погубила ее дочь Перед дочерью Чую неокрепшее сердечко Не вынесло разлуки Перед А отец-то там есть Он, наверное, еще молодой Остался один И потерял самое родное Дорогое И вовсе не хочется Говорить обычное Заживет, забудется А вот на кресте тот Который, как объясняет батюшка Взял на себя Все страдания мира Прости! Закричала она Прощаю и разрешаю Услышала она Батюшка учил креститься Щепотью сложил пальцы Поднес к ее лбу Она, ослабшая Сел на лавочку Почти легла Задавала вопросы Батюшка отвечал Ей казалось, что она Маленькая А рядом стоит ее отец Который любил ее Растил ее, жалел И с удвоенной нежностью Относился к ней с тех пор Как умерла ее мать А отец девочки Меня простит? Спрашивала она Молодого священника Слабым голосом Откуда ему это знать? Сейчас ее это не заботило И казалось, что он Ответит на все вопросы Простит, отвечал батюшка Вот ведь как получается Чтобы вы Прорвались к Богу Чтобы покаялись Ради этого понадобились Жизни трех людей А они сейчас у него? Кивнула она на распятие Батюшка шел прочь с кладбища Поодаль Оля вела подругу Тетю Марусю Вот и ворота Вдруг начался дождь Оля взвизгнула И потащила тетю Марусю За собой к машине А батюшка вдруг досталась Из кармана мобильный телефон И поднес его к уху Видно, позвонил кто-то Забавно, правда смотрится Когда батюшка в рясе И с мобильником Щебетала Оля С другой стороны Они что же люди? Что ж им? Они правнялись с батюшкой А он говорил невидимому собеседнику Да, Миш Спаси Христос тебя Благодарю, что звонишь Да, я сегодня Машутку свою схоронил Один отпевал Отец Александр не смог Заболел Да, понимаю Понимаю, что не смог ты приехать Да, в одной оградке Ксюша моя и Машенька Да, с час назад Ну, задержался на кладбище Были на то причины Я даже не знаю, что сказать Скажу лишь Что я Обнимаю вас душой И очень-очень вами торожу Пусть хранит вас Бог Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!